А, свобода! Свобода! Дача! Это я дожеваю малосольный огурчик, который Володя сам замалосолил на даче. Они такие вкусные, хрустящие. Я сказала, что пора делать шашлык. Но мы пока первый шашлык, как бы пробный, делаем из курицы, не из мяса. Поэтому он будет не настоящий шашлык. Но всё равно, сам процесс шашлыка, всё я вам сниму. А сейчас посмотрим, как продвигаются работы, как растут наши посадки. Заодно покушаем клубничку с грядки. Посадки в порядке, всё растёт, помидорчики уже цветут. Сейчас соберём клубничку. Кубничка. Вкусная, ароматная. Вот и наши розочки. И вот. Они хорошо устроились под инжиром. А это садовая полынь. Ну вот, подготовка к шашлыку. Происходит дома, потому что на улице жарко. Накачивать будете? Угли готовы уже? Да, всё готово. Пожалуйста, выстраиваются стройными рядами шампуры. Потому что, если бы это была баранина, сейчас бы все дачи благоухали ароматом нашей баранины. Ну что, Вал, в следующий раз, да? Можно взять мясо, игрую руку вот так, знаете, так в муке. Сказала бы, я бы тебе сделал баранину. Обваливаешь так вот в муке и жаришь их в муке, это прелесть. То есть уже начинают распускаться олеандры. Газончик, конечно, не фонтан. Когда я сама ухаживала, было намного лучше. Но, к сожалению, у меня нет возможности сейчас ухаживать. Хотя всегда была возможность жук ест. Всегда возможность была. Я всегда ухаживала. Сейчас что-то отошла от этого дела. Розочки, всё ездят, жуки. У нас роза их мучает. Этот кустик вообще погиб, не знаю почему. Всё равно хорошо пахнет, вкусно. Всё-таки жареная курица где-то и жареная на мангале. Это небо и земля. Слышите, как потрескивает? Вот так. Повесила свои куринички. Пусть они тоже выгуливаются. И на ветру позвенят. Чё, перчик? А? Володя для себя добавил. Он любит горький. Да, грибочки можно. А есть грибочки у нас? Есть. Да-да. Вообще будет фантастика. Человек может бесконечно смотреть, как течёт вода, как горит огонь, и как трудится другой человек. И как Володя жарит шашлык. Сейчас грибочки добавятся. Это шампиньоны. Все ждут шашлык. Кошки ждут, а Чендер не разрешает им ждать. Бонька тоже на подхвате. Стоит какой-нибудь кошке... Я про него говорю. Ты понимаешь, да, что я про тебя говорю? Стоит какой-нибудь кошке. У какой-то кошки не выдерживает нервы, она соскакивает. И тут уже всё, погоня. А вот это зелень от редиски Володя мне показал, где обеденное место у черепахи. Сюда он приносит всякие огурчики, травки, черепаха кушит. Кстати, я в своё видео включу... У нас у соседей ёжики живут. Два ёжика живёт на участке. И один ёжик приручился. Такая носатенькая какая-то порода. И он с рук вот кушает. Очень приятный момент, когда шашлык с шампуров перемещается в кастрюлю. Ой, вот в глаза попал. Разъедай. Средний шашлычник. Кушать хорошо, жарить непросто. Хлеб нарачанский из белорусского магазина. Очень вкусный. Так выглядит стол. Дачный стол без всяких прикрас. Простая здоровая пища. Ну, шоу, Сун. Птичка. Мы забыли про грибы. Они остались на мангале. Они, конечно, пересушились, но они такие вкусные и ароматные. Мы с тобой в гостях у Маши. Вот такая у них замечательная поливалка. Надо завтра нам такую же точно купить. Правильно, Маша, я говорю? Маша, да. Маша, да. Это называется рау. На этой штуке мы катались. А сейчас у нас будет ужин. Вот это стреляная рыба. Уже не стреляная. Уже не стреляная? Уже пожаренная. Уже пожаренная. Пожаренная. Кира приехала с лунновской подружкой. Будучи-ка у нас такая. Это твое. Будущий виноград. Тут огромные-огромные кисти. Там сахара нет. Какая сахара в петле? Она сладкая. На, лиха сладкая. Я ничто не белый хлеб, не макароны, не картос, не сахар. Я обожаю эти песни. Как пойдет отцелать, хорошо? Да. Да. Смотри, смотри, смотри. Да ты главная. Ты главная, Маша. Ты главная. Не забывай, что она в гости. Она же не живет в мешке, где тебе спокойно наказывается. Не забывай. А в другом разе говорят, а, кушай, пей, пей.